Да, буквально. Меня зовут Оксана Буленная. Когда я говорю всю жизнь, сижу, это я говорю о том, что я с 20 лет работала в тюрьме. Да, 11 лет я там проработала. Пришла я туда с медицинским средним образованием, то есть я была, у меня так красиво звучит диплом, там медик ассистент, то есть фельдшер, у меня окончено высшее образование. Я закончила свое образование в 98 году и пришла сразу, вот такая 20-летняя, свеженькая, в тюрьму. И когда мы проходили психиатрию, нам объясняли, что гомосексуальность это болезнь. И вообще люди психически больные, они гиперсексуальны, и вообще им много надо секса, еще и такого секса, это перверсия и так далее. То есть вот эти все слова. Прихожу я в тюрьму, и я не знаю, слышали ли вы что-либо о тюрьме, но это такое место закрытое, жесткое, со своими правилами, четкими. Такое место, как говорил еще Петр Первый, тюрьма место окаянное. И на самом деле это так. И гомосексуальность, как мне это объяснили, я там видела следующим образом. То есть если человек чем-то не устраивает, его, как я сейчас понимаю, это насилует. Тогда я думала, что это некие такие желания, то есть люди просто извращенцы, и они таким образом занимаются сексом. Гораздо позже, когда люди изнасилованные рисковали и подавали жалобы, пытались как-то добиться правды через суд, их за это еще больше насиловали, до меня стало доходить, что здесь что-то нечисто. Мне повезло. В 2006 году, то есть я уже была таким хорошеньким, сформированным специалистом. Это я работала уже на тот момент 8 лет. Я уже была капитаном юстиции, боевым офицером, стреляла, ну не в десятку, но в восьмерку. В общем, все у меня было хорошо. На тот момент я была психологом уже на корпусе несовершеннолетних. Нам привезли в тюрьму специализацию из Германии по диагностике риска рецидива у преступников. То есть в Германии секция психологическая. Перед тем, как дать срок заключенному, заключенные проходят через эту секцию, им делают анализ, психоанализ. Они там 2-3 месяца находятся в этой секции, за ними наблюдают, изучают историю жизни. И от того, какое заключение даст психолог, зависит срок. То есть если низкий риск рецидива, маленький срок, если высокий риск рецидива, огромный срок. И вот я помню, у нас там 16-18 психологов. И Сильвия Хавличек, такая типичная немка, блондинка, голубоглазая, стройная. Ей там лет под 55, то есть ей сейчас под 70. Но она такая вся, ну вот немцы очень всегда берегут свое здоровье, красивая, интеллигентная. Что-то мы каким-то краем затронули тему преступлений на почве ненависти, сексуальности и так далее. И тут понеслось, когда она вот на нас, у нее большие голубые глаза, и вот она на нас вот этими 2 раза в 3 раза больше голубыми глазами. Мы говорим, что гомосексуальность это болезнь, она кричит, Найн! Где вы учились? То есть буквально она сдержанная, спокойная. Она ее аж вот так трусила, и она говорила, господи, вы откуда? Что вы учите? Вы учите международную классификацию болезней. Вы читали МКБ-10, вы читали ДСМ, на тот момент было 4 там. Вы вообще понимаете, что такое гомосексуальность? Вы вообще знаете, что такое сексуальная ориентация? И как 18 человек, боевых офицеров, психологов, преимущество женщины, да, потому что там пару мужчин было, с пеной у рта доказывают хавличеку, у которой 18 лет эта секция, ее прогноз на 85% достоверен, доказывают, что это не так. И тогда для меня это был некий такой, порвало что-то у меня там внутри, моя уверенность такая, я всегда очень уверенная, вот это моя отличительная черта, то есть там знаю, не знаю, уверенную вперед. Как-то она пошатнулась и заставила меня анализировать. И так как был анализ, естественно, началось изучение современного подхода в психологии. Не того, что учили когда-то мы в старых учебниках, а то, что на самом деле происходит сейчас в мире и некие тенденции, которые не так далеки, да, от нашей, ну так, масштаба вселенной, да, потому что на самом деле тема вообще сексуальной ориентации и депатологизации, гомосексуальной ориентации началась даже не сто лет назад, да, то есть всего лишь в 48-м году прошлого столетия, когда только в 74-м году Америка депатологизировала и признала, да, когда Международная Организация Здравоохранения признала и депатологизировала только в 1990-м году. То есть можно понять, какие масштабы, да, когда кричат о, не знаю, там, европейских ценностях, американской экспансии, о том, что это где-то навеяно, и когда Китай в 2001-м году депатологизировал, и как бы китайцев намного больше, чем вообще и европейцев, и американцев, и вообще как можно китайской культуре навязать европейские ценности, да, и когда ты думающий специалист, тебя это сдвигает с каких-то позиций, но это всего лишь голая теория. И это голая теория, я потом поняла, когда одна из мам, я надеюсь, она здесь, сказала там Оксана, вот я все понимаю, у меня вот сын, это уже потом я работаю в гендер-доге с родителями, у него все хорошо, там у него есть муж, друг, все говорит, ну вот как-то я что-то, а у меня вот как будто бы здесь пусто, а вот у дочки там скандалы, там трое детей, и он там, ей, конечно, детская лоноя, там, сентенблы, ктёдаты, здесь все нормально, а вот здесь как-то пусто. Я поняла, что вот эта черная дыра, этот черный квадрат, эта тюрьма, она в нас внутри, потому что мы унаследовали эту систему жесткую, систему беспощадную, вот эти все социальные эксперименты, это когда люди не умеют говорить, в принципе, о сексуальности, о сексе на каком-то более-менее человеческом языке, да, тема сексуальности страшно табуирована, и когда в тюрьме действительно с помощью сексуальности тебя разрушают, да, насилуют, это про это, и когда, у меня есть такое ощущение, что когда люди слышат гомосексуальность, да даже когда они слышат гетеросексуальность, они не всегда понимают, про что это, так, они умеют, это не про нас, они сразу же, сразу же начинают видеть эти страшные сцены тех сексуальных практик, о которых они, может быть, эротически мечтают, но боятся, нет, на самом деле, потому что, ну, секс же это не только полтора-минутный или двух-минутный половой акт, да, секс это, сексуальность это то, что вот мы с моей подругой Алиной смеялись на эту тему, обсуждали, что это то, что нужно заносить в ежедневник, это про то, что я могу пойти своим любимым человеком в кино, мы можем пройтись погулять за ручку, мы можем просто, блин, какие-то эротические аласки, не обязательно для этого куда-нибудь проникать и что-нибудь там делать, да, то есть секс, он пропитывает где-то нашу жизнь, это та витальная энергия, которая позволяет нам родиться, в конце концов, да, и мне очень нравится некий такой современный системный подход к сексуальности человеческой, что если два взрослых человека любят друг друга, никому не мешают, какому какая разница, что они там делают, да, и как они это делают, делают ли они вообще это, потому что оказывается есть асексуальность, это тоже нормально, это нормально не хотеть никого, боже мой, рассказать это какому-нибудь человеку, у которого гиперсексуальность, он подумает, что этот человек ненормальный, да, но не надо примерять всё на себя, вот это самое важное, не надо на себя примерять гомосексуальность, не надо примерять на себя асексуальность, занимайтесь тем, что вам нравится, но на самом деле это я сейчас так говорю об этом спокойно, потому что я помню вот этот страх, когда меня позвали в совет по обеспечению равенства подать документы, и когда я вроде бы теоретически всё знаю, но нам очень важно мнение старших, так скажем, товарищей, да, по цеху, как я там спрашиваю Марки Евгеньевича Сандомирского, Марки Евгеньевича, вообще гомосексуальность это нормально, и он так мне отвечает, ну вы знаете, Оксана, западные источники считают так, и так, и так, а классическая школа считает так, и так, в общем вы спрашиваете, когда я пишу письмо, Павлу Фёдоровичу Любитькоу спрашиваю, Павлу Фёдоровичу, как вы относитесь к гомосексуальной ориентации, то есть у меня нет опыта, я не вижу, я не знаю, это для меня голая теория, он мне пишет там, что Оксана там считается, там это уже исследование, там столько-то лет, 50% бисексуальные, 35% гетеросексуальные, там 10-15% гомосексуальные, и другие, так скажем, вариации сексуальной ориентации, думаю, мне это как-то подходит спокойно, да, иду к родителям, говорю, к мужу, можно я пойду, потому что они за меня боятся, потому что несмотря на то, что я знаю приёмы, я майор в отставке, да, на тот момент, они за меня боятся, они говорят, Оксана, зачем ты вечно куда-то лезешь, вечно тебе что-то надо, ты не можешь сидеть дома спокойно, я говорю, ну не знаю, вот как-то мне, что ты меня туда тянешь, я помню, как я, когда узнавала там Анжелику, Артёма, психология самый важный метод наблюдения, самый важный метод, и не зря сняли гомосексуальность как патологию, потому что когда человек абсолютно социально адаптируемый и не страдает, он психически здоров, я так, я серьёзно говорю, вот я сейчас признаюсь, это, знаете, такое, как бы, я наблюдала за этими людьми, то есть где-то там всё равно вот эта чёрная дыра сосёт, этот страх, а вдруг они действительно извращенцы, что я провокатирую, у меня ребёнок, у меня дети в школе, они меня увидят, да, и в это время у меня ребёнок, сейчас моя не 17 лет, на тот момент ей 12, я через год, по-моему, начинаю работать в гендердоке, психологом, то есть уже, думаю, иду дальше, да, мой ребёнок подходит ко мне лет в 13, говорит, мама, а если я лесбиянка, я говорю, у меня внутренний страх, я говорю, и что? А к чему вопрос? Ну, я на всякий случай спрашиваю, понимаете, как важно нашим детям, чтобы мы, ну, не знаю, были адекватны по отношению к ним, и чтобы нас не отталкивала, какая у них сексуальная ориентация, кого они выберут, моя мама боролась с моим мужем, до сих пор борется, потому что он не совсем такой, как ей хотелось бы, хотя он гетеросексуальный, гетеросексуальный, мы живём там, страшно подумать, 19 лет в браке будет в ноябре, 23 года, как мы знакомы, да, мы и в тюрьме вместе работали, учились, всё нормально, мы везде вместе, это даже здесь просто не вместе, ничего страшного, пройдёт и это, он сейчас работает в организации, где нельзя приходить ни на марш, ни на митинги, он вечно тоже куда-то вступает, вот, и сейчас моя Аня буквально недавно сказала, мама, я такой счастливый ребёнок, что вы у меня с папой такие классные, что вы для меня открыли этот мир такой разнообразный, что у меня столько друзей, что мне вот даже друзья сказали, что со мной интересно, потому что я много знаю, я обо всём спокойно говорю и так далее, говорит, видно, что у тебя родители психологи, и она обижается страшно, потому что она сама по себе такая, а её сразу же обесценивают, да, это ты такая, потому что у тебя родители психологи, то есть у нас есть тенденция обесценивать, у нас есть тенденция, наш мозг автоматически несчастен, он вечно ищет проблемы, вечно что-то не так, вечно кому-то не туда, не сюда, вот так правильно с этим заниматься, так неправильно, так дефицит, а так нормально, то есть это некая система, которая, я думаю, раздвигается, за последнее время видно, как люди меняются, как они становятся добрее, я бы взяла с собой сумку, у меня здесь сердце, с которым я приду на марш, мне его подарили, мне было лет 26, наверное, им было лет по 16, по 17, камера несовершеннолетних, несовершеннолетних, это, наверное, единственную вещь, которую, ну еще одну, которую я забрала с собой, из тюрьмы, да, это ушастое сердце, те пацаны жили по понятию, я не знаю, что они обо мне сейчас будут думать, и меня это не волнует, это мое сердце, оно подарено мне, я с ним приду на марш, и я очень хочу, чтобы пришли на марш специалисты, которые не боятся держать вызов, потому что, не знаю, к счастью, или к сожалению, мы живем в такое время, что надо уметь держать вызов, я его научилась держать с 20 лет, мне не страшно, мне до сих пор, вот я пишу там посты, мои одноклассники, которые, как, мои дети, одни одноклассники со мной сюда пришли, другие мне пишут, там, могли бы прокляться, женщина костре, в кризите, наверное, сделали бы, ничего страшного, пройдет и это, хотелось бы, чтобы людей не пугало разнообразие, хотелось бы, чтобы люди научились все-таки говорить о сексуальности на доступном людям языке, хотелось бы, чтобы детям не боялись говорить о сексуальности, не как о споловом акте, да, а как о взаимоотношениях, на самом деле, как о коммуникации, то есть, если два человека идут и держат друг друга за руки, и они передают друг друга, что ты мне дорог, ты для меня ценность, да, я не стесняюсь себя, я не боюсь быть с тобой, для меня это мужество, это мужество, как в одном, так и в другом случае, потому что я много работаю с людьми, много работаю с разными парами, с омосексуальными, гетеросексуальными, открытыми, закрытыми, какими хотите, и многие стесняются друг друга, это не зависит от возраста, пола, сексуальной ориентации, не стесняйтесь, любите друг друга, будьте открытыми, и ваши дети вам скажут спасибо потом, они будут от этого более счастливыми, потому что их мир станет, с одной стороны, проще, да, у них будут свои вызовы, но нам даже сложно представить, насколько это будет интересно, поэтому всех специалистов зову на марш, спасибо за субтитры Алексею Дубровскому, спасибо за субтитры Алексею Дубровскому,